О, у меня как раз доллар-иена открыто. Так, доллар-иена. Ну, мы очень близки к продажам. Раз. Это вам ответ на вопрос, где продать. Три. И очень крутое касание, может быть, четыре. Чтобы быть максимально объективным, потому что в интернете, да и вообще в целом, ведь у каждого эксперта, трейдера свое видение, свой взгляд, как у меня, как и у других коллег. Трендовую линию можно по-разному натягивать. Кто-то натягивает по хвостам, кто-то по телам, кто-то как-то по-своему. Здесь вариантов много. И тот, и другой вариант, он правильный, в принципе. Если его тестировали, если эксперт тестировал и знает, что это хорошо работает, да, на его примерах, да, из его практики, то это, значит, работает. Вот. Соответственно, чтобы быть объективным, я обычно беру по хаям, потому что, на мой взгляд, пики работают лучше, но это исключительно мое, как бы, видение. Я не настаиваю на том, что нельзя по-другому натягивать. И беру вот так. Вот так я делаю. То есть, что получается? У меня, получается, я беру максимум вот этих всех касаний, да, и не пики, но еще и какие-то вот более ближние цены, да. И что получается? Что цена, вот если я чуть полистаю налево, вы увидите, видите, я беру не только один пик, а вот несколько свечек здесь, несколько свечек, несколько свечек. То есть, стараюсь быть объективным максимально, чтобы не просто ждать, пока цена пыньк, ударит, да, а ждать какую-то зону. Тем более, это средний срок, да, ну, даже не средний срок, а такой свинг вариант больше. Почему? Потому что это не интродэй-сделка. Скорее всего, придется посидеть, подождать эту сделку, ну, и посидеть в том числе. Да, чем дольше ждешь, тем, собственно говоря, это больше сидишь. Вот, поэтому в данной ситуации нет сделки. Почему? Потому что ценности нет. Нет, где ценность? Вот она, вот где мой курсор стоит. Самый смак там, самый сок там, самая выгода там, да, вот там надо шортить. Все. Что может произойти? Рынок может от текущих начать корректироваться вниз, туда, вот сюда, потому что здесь очень крутая структура. Да, это отметка 101.200, вполне такой может быть. И затем уйти на двойную вершину. Либо это может случиться от текущих. И опять уйти на двойную вершину. То есть мне надо выше, дороже. Мне неинтересно сейчас входить в рынок. Вот ценность. Давайте горизонтальную линию поставим. Если по этой траектории, это вот здесь где-то будет. 101.800. Плюс-минус. Опять же таки, да, там может быть чуть повыше. Но чем мы сдвигаемся вот сюда, вправо, да, тем, соответственно, угол меняется, да, и может быть уже где-то здесь. Ну, в любом случае где-то 101.800. 700. Чуть выше, чуть ниже. Да, вот мы зону определили. Давайте посмотрим по структуре. Есть небольшая здесь структура. Определенно. Вот она структура вашей сопротивления, поддержки. То есть борьба была действительно в этой зоне. Вот ваш бокс принятия решения о продаже. Теперь мы можем подключить FIBA. Можем поработать с FIBA. После того, как мы проработали сделку с помощью того, что визуально мы можем увидеть, потому что трактовать FIBA тоже можно по-разному, да, то есть мы убираем все то, что может привести к необъективному подходу. По крайней мере, минимизировать это. То есть мы убираем FIBA, убираем все, а просто сначала первое, первые шаги ваши, как вот младенец, первые шаги должны быть только с участием уровней и трендов, чтобы вы для себя визуально могли понять, где, какая вот зона самая интересная. И потом, да, следующий шаг, что мы делаем? Мы смотрим, где конформация, есть ли она здесь. Но приоритетом входа будет не FIBA значение, а приоритетом будет уровень и трендовая. Еще раз говорю, это очень важно. То есть степень приоритетности, если расставлять, для меня приоритетна трендовая линия и уровень. Больше ничего. Если нет вот этого вот, как сказать, нет зоны, цена не в зоне трендовой или не в зоне уровня, потому что нет точки, уровень, вот уровень 1.15.252, нет такого. Есть зона принятия решения. И вот когда цена в зоне, я либо агрессивно продаю или покупаю, либо я жду на меньших графиках то, что участники другие говорят, окей, Аркадий, я хочу тоже, мы хотим тоже продавать. А как я это могу увидеть? Глядя на свечи. А почему я могу смотреть на свечи? Потому что я знаю, что те или иные свечные конфигурации, паттерны, они повторяются регулярно и отрабатываются с большой долей вероятности. И тем самым я получаю максимальный эффект. Все. Да? Очень все просто. Это может быть в этой зоне индикатор. Вы можете его использовать, там любые какие-то у вас индикаторы, сигнальные системы, которые вам скажут, что вот в этой зоне слабость рынка есть. Там дивер вы увидели, конвер или что-то еще какое-то, какой-то, да, увидели какой-то сигнал. Неважно. Да? Ключом является в том, что эта зона критична. Все. Это принципиальная позиция, да, должна быть. И все. И вы тогда просто спокойно сидите и караулийте свой трейд. Да? И не тратите времени, не нервничайте, не сидейте. Вот. Понятно, да? Теперь FIBA. Вот можно теперь добавить. Я смотрю. Так, вижу. 61,8. Окей. Хорошо. Давайте выше возьмем. У нас же несколько нисходящих волн. Давайте формировать, смотреть, где что получается и вообще получается ли. Так. Так. Отлично. Смотрите, какой у нас бокс образовался, да. Ближе к зоне sell, да. Посмотрите, какой FIB-узел. Вопросов нет. Двойная вершина. Sell. Почему нет? Нет сейчас sell, да. Потому что я отдаю рынку еще 400 долларов, 350, даром вообще. Да, просто так. Или там объема 150 долларов. Неважно сколько. Я не хочу. Я думаю об этом всегда, потому что я терял деньги неоднократно. Поэтому я уже больше не хочу этого делать. Да? Поэтому FIB сейчас глупо. Абсолютно. Если вы вошли вот на этом пике, вы молодец большой. Да? Я не знаю, кто вошел. Очень большой молодец, потому что это правильный вход. В зоне, да. Ничего страшного. Нижняя граница нормально. В зоне же, в зоне. Близко, близко. Двойная вершина и еще один шорт смотрится очень хорошо. Да? Вот что важно. Но этим все не ограничивается. Мы можем еще добавить сюда еще дополнительный инструмент. Тот же FIBA. Альтернативная бабочка закончилась. Кстати, уважаемые опережающие трейдеры. Я сейчас проверю, но мне кажется. Кажется как будто, да? Да. Сумасшедшая альтернативная бабочка. Представляете, да? Это насекомое. Сумасшедшая альтернативная бабочка. Мало того, что она альтернативная, она еще и сумасшедшая. Да? Ну, а сумасшедшая в том смысле, что это одна из самых сильных технических моделей технического анализа. И вот в данной ситуации она идеальна с точки зрения этого критерия и этого критерия. То есть двух критериев, двух составляющих, двух коррекций. И она заканчивается. Заканчивается, внимание, чуточку выше. Ну, ребят, это крутой трейд. Это очень крутой трейд. Посмотрите, где она заканчивается. 101.750. Плюс-минус. Да? То есть ровно там, где нам надо. То есть мы ждем лишь двойную вершину. И это будет шикарным сигналом, когда все звезды сойдутся. Мне нет необходимости, чтобы столько форм совпадений было. Но это круто. Вот это крутой сел. Это не гарантирует того, что рынок не может сказать, да вы что, я пойду вот сюда. И пробежаться вверх. И проигнорировать все мыслимые и немыслимые уровни. Это возможно. Но вопрос, каков план? Есть ли план действий? Итак, сел. Доллар-иена. Никаких сомнений в этом нет. Что я должен продать доллар-иену. Это еще один план на сделку. Опять же таки, выбирайте, что будете продавать. Доллар-иену, фунт-иену, евро-иену. Выбирайте. Я еще не принял решение, потому что я еще ни в одной позиции не сижу. Но доллар-иена точно буду входить. Не всякие сомнения. Шорт. Очень хороший трейд. Опять же таки, еще раз говорю, не имеет значения, прибыльный он или убыточный будет. Задача в том, чтобы торговать по плану, который приносит, напоминаю, 49% профита за полгода. Практически отсутствие риска в каждой сделке. Риск в каждой сделке. Посмотрите на эту таблицу. Лосс. 0,2, 0,3 даже. 1%, 2% максимум. Ведь ваш депозит еще и капитализируется. Чем больше он растет, тем, собственно говоря, можно увеличивать объем. Но у меня наоборот получилось. Чем больше растет, тем я меньше депозитом хожу. У меня нет задачи бомбить торговать. Это не единственный источник дохода торговля, с которого, собственно говоря, зарабатываются деньги. Поэтому нет такого. Если бы я целый день сидел, только кликал мышкой, или торговал бы фулл-тайм полностью, то, может быть, тогда мне было бы как-то желание чуть-чуть немножко агрессивнее действовать. Но такой задачи у меня нет. Вот и все. Доллар и иена.